Маленькая интуида, есть действительно вопрос, поскольку их возникает достаточно много в последнее время, в том числе о целях создания Союза Блогеров Беларуси и направлении деятельности. Алексей, скажите, пожалуйста, кому пришла вообще идея создать именно Союз Блогеров Беларуси? Мне, конечно, неудобно хвалиться, но действительно я являюсь автором этой идеи создать Союз Блогеров Беларуси. Не столько это Союз или какое-то сообщество, это просто, наверное, скорее всего, сообщество по интересам людей, которым небезразлично будущее нашей страны. И я понимаю, что во многом будущее нашей страны и все те волнения, которые происходили в августе 2020 года, явились следствием недостатка правдивой информации в инфополе. Именно поэтому я все-таки счел необходимым, разумным и рациональным поработать в этом направлении. Создавать правдивый контент и разъяснять, что на самом деле происходит в нашей стране. Я прекрасно понимаю, что мои силы, как одного автора, достаточно слабы. И для того, чтобы увеличить и количество позитивного контента, и увеличить объем разъяснительной информации, я счел разумным пригласить единомышленников и винить усилия для вот этой деятельности. Как Вы выбирали единомышленников? Как присоединялись они к Вам? По какому принципу? Я в свое время наблюдал в белорусском инфополе про государственных блогеров, которым еще в начале 2020 года, 2021 года, отправил приглашение, чтобы всем приехать вместе поговорить, пообщаться. Это произошло в Бресте, в кафе «Цитадель». Мы встретились в начале 2021 года и попытались выработать общую повестку, обозначить цели, с которыми мы будем производить контент, и попытаться работать. Какие эти цели? Главная цель – заполнение инфополя альтернативным контентом. Существует контент, который производит «Радио Свобода», «Белсад» и прочие каналы, которые, на мой взгляд, производят вредный контент для нашей страны. И мы сочли, что нам нужно показать все-таки подлинную повестку, которая происходит в нашей стране. Я несколько раньше это делал, когда выходил на улицы Бреста и показывал реальность. Реальность мирных протестов. Я показывал агрессию, негатив, злобные лица. Какие направления деятельности планируются у блогеров, которые присоединились в данную организацию? У них у каждого будет какое-то свое направление, они будут свободно выбирать свой контент? Либо это какая-то общая концепция в сфере, например, общественно-политических каких-то ситуаций, событий. Либо это могут быть абсолютно любые события, освещаться. Вы знаете, как в союзе художников каждый художник рисует в своем стиле, так и здесь у нас в союзе блогеров предполагается, что каждый блогер или инстаграммер или тиктокер будет создавать материалы в своем стиле и на той платформе, на которой ему удобно. Здесь нет никакой цензуры, здесь нет никаких заданий, на какую тему нужно работать, что освещать или что не освещать. Смысл и функции вот этого сообщества все-таки помочь людям научиться создавать контент, создавать его достаточно смотрибельным и в то же самое время уйти от негативных и агрессивных повесток в виде призыва к свяжению власти, в виде призыва к насилию по отношению других граждан, силовиков и вот такого всего подобного. Но как-то вы контролируете контент или это абсолютно свободно, так скажем, художники, блогеры в данном союзе? В большей части наш контент контролирует общество, но в том числе и я, как человек в какой-то степени взявший на себя ответственность за этот контент. Я просматриваю этот контент, который производят наши участники, высказываю какие-то замечания, подсказываю, как сделать лучше, как сделать хуже. Некоторые участники обращаются на предосмотр и говорят, посмотри, можно ли это выпускать в эфир или нельзя. Поэтому с этой точки зрения есть определенный контроль. То есть ваша роль как наставника, либо вы как-то иначе определяете свою роль в данном союзе? Нет, слово наставник здесь будет звучать неуместным, точно так же, как и слово учитель. Мы все вместе понимаем, что нам нужно создавать позитивный контент, разъяснительный контент, для того, чтобы наши граждане были информационно защищены. Именно наша аудитория, которая не верит в средства массовой информации, исключительно социальным сетям. Поэтому мы вместе учимся, вместе показываем, вместе рассказываем жизнь, которая происходит у нас в Беларуси. Какова целевая аудитория у Союза блогеров? Целевая аудитория Союза блогеров в Беларуси определяется целевой аудиторией каждого участника. Допустим, мой контент смотрят, как мне кажется, больше люди, которым интересна политика или социальное напряжение. Люди, которые снимают Инстаграм и снимают, допустим, распаковку какой-то бытовой техники, еще чего-то. Это люди другого возраста и другие взгляды. Им тоже интересно будет, если их кумир или, скажем так, человек, которому они верят, расскажет им о том, что происходит у нас в стране. Скажите, председатель Союза блогеров, это вообще кто? Какие функции у данной, так скажем, должности? Мы уходим сейчас от конкретных личностей. А в принципе, для чего он нужен данной организации? Председатель Союза блогеров в Беларуси предназначен для того, чтобы выполнять организационную функцию. Например, есть у кого-то вопросы, как прийти на тренинг, как выступить на тренинге, как можно озвучить свои вопросы, как можно поинтересоваться, могут ли осветить его тему. Для этого должен быть какой-то координатор или человек, который будет управлять этой пока маленькой машиной. Вот именно эти функции выполняет председатель Союза блогеров в Беларуси. В данный момент Союз блогеров является... Какой статус у нее? Официально зарегистрирована данная организация? Либо в процессе, либо на добровольных началах организация существует? На данный момент Союз блогеров в Беларуси является свободной инициативой единомышленников, граждан Республики Беларусь и блогеров Российской Федерации. Мы подали документы на регистрацию в Министерство юстиции. Спустя какое-то время нам были указаны определенные недочеты. Мы сейчас получили документы, исправляем все эти недочеты и подаем повторно на регистрацию. Союз блогеров существует исключительно за собственные сбережения каждого. То есть здесь не нужны какие-либо взносы членские на данный момент. Здесь не нужны какие-то пожертвования. Каждый приходит с тем средством съемки, записи звука и делает контент здесь, у себя дома и на мероприятиях. Планируется ли какая-либо монетизация вообще данной деятельности? Возможно в будущем? Я предполагаю, что у нас может возникнуть идея. Скорее всего, что она возникла, она находится в стадии разработки. Это создание, скажем так, сайта Союза блогеров Беларуси, где мы будем размещать свои не только видеопубликации, но и текстовые публикации. Естественно, если мы наработаем свою аудиторию, то у нас будет возможность монетизировать свою площадку как рекламу. Но это все покажет время. Какое-то взаимодействие с органами госуправления у Союза блогеров сейчас существует? Либо вы просто, так скажем, в рамках определенных событий только взаимодействуете с чиновниками, с органами госуправления? Либо есть какая-то, возможно, поддержка какая-то у этого госуправления для вашей организации? Наши государства и ветви власти, они открыты к любым гражданским инициативам. Если мы узнаем о том, что будет какое-то событие или мероприятие, мы обращаемся непосредственно к источникам мероприятия, либо организаторам, и заявляем о своем намерении осветить мероприятие. Так происходило с присягой Министерства внутренних дел, так происходило с днем открытых дверей на одном из факультетов Академии МВД, куда попали наши участники, и уже с места событий освещали то, что происходит. И как реагируют вообще наши, так скажем, чиновники, органы госуправления, когда вы обращаетесь с целью либо дать интервью, либо поучаствовать в каком-то определенном событии? Насколько идут на контакт, вообще общаются, приглашают куда-то, и, так скажем, открывают двери перед вами, те же военные части? Я могу сказать, что интервью и освещение событий – это разные мероприятия. Значит, если освещение мероприятия подразумевает просто описание, обзорная часть, то в этой части, значит, я никогда не видел никаких препятствий. То есть власти открыты, готовы, да, пожалуйста. Есть, существует определенная договоренность, и существует определенная репутация, если так можно выразиться, что мы можем, что не можем. В части интервью это уже несколько другое, потому что это выведение в публично-информационную плоскость непосредственно официального лица, который имеет свой статус, имидж, репутацию, и которая тоже ограничена иногда обязательствами сверху. Его интервью часто приходится согласовывать. Интервью бывает неуместным, не к событию. То есть нужно найти повод и подход, чтобы получить это интервью. Среди участников Союза Блогеров вы как-то обсуждаете какую-то общую идею, там, поехать, например, военную часть, снять какой-то определенный материал, либо каждый какие-то свои идеи выдвигает, либо каждый по отдельности вообще какие-то мероприятия себе планирует осветить. Как это происходит? Каждый из участников нашего сообщества имеет право на внесение инициативы. Допустим, сегодня один из участников Блогера Беларуси говорит, «Слушай, Алексей, вот там, вот в Академии идет присяга. Помоги, пожалуйста, связаться с контактными лицами для того, чтобы нам попасть туда». Окей, я говорю, что, ребята, инициатива хорошая, допустим, если кто-то еще хочет, присоединяйтесь. Мы связываемся с контактным лицом. Обычно это пресс-секретарь или лицо ответственное со средствами массовой информации. Получаем туда разрешение, договариваемся о времени прихода, о конкретно том, кто будет, для того, чтобы были их паспортные данные, либо иные данные, которые требуются. И они туда попадают. В будущем мы будем стремиться к тому, чтобы на территории Республики Беларусь, в каждом, по крайней мере, областном городе, появились наши участники. Для того, чтобы нам из Бреста не ехать, допустим, в Оршу или из Орши в Брест, чтобы осветить мероприятие. А чтобы динамично и оперативно при возникновении событий и мероприятия наши люди могли сорваться, поехать осветить. В то самое время все оставшиеся участники, которые находятся в других городах, могли этот материал распространить на свою аудиторию. Таким образом, происхождение события будет моментально охватываться и распространяться на всю территорию Республики Беларусь. Скажите, вы себя видите больше участником Союза блогеров, консультантом, какой-то иной роли? На данный момент я, являясь автором, являюсь лицом, наверное, все-таки больше ответственным за действия, либо за те публикации, которые выходят в эфир. В будущем я все-таки склонен уйти полностью в авторство. То есть создавать контент. Сейчас вы совмещаете, да? Сейчас я совмещаю. А вот в качестве автора какие цели у вас в создании контента? Какая основная цель ваша как блогера, как критикующего блогера, либо как блогера, который освещает независимо какие-то события, либо блогера, который высказывает сгубо свое мнение? На чем вы все-таки хотели больше остановиться? На критике определенной, либо в каком-то объективном подходе к освещению событий? Когда я вышел в августе 2020 года освещать протесты, то триггером к тому, чтобы я вышел, было всего лишь одно. Но это то, что я не был согласен с тем, что происходит беспорядок. Я не выходил за власть, либо против власти. Я не выходил за оппозицию или против оппозиции. Я вышел для того, чтобы объективно показать, что все мероприятия, которые происходят на улицах, несанкционированные, во-первых, нарушая закон, во-вторых, выходят за рамки здравого смысла. Желая вникнуть в природу этих всех мероприятий, я увидел, что следствием происхождения этих мероприятий является перекос в информационной работе средств массовой информации. Практически год я брал интервью у разных сторон, изучал что, изучал как, смотрел. И только спустя год я сказал, что являюсь сторонником президента Республики Беларусь. До этого я подобного заявления не делал. Сейчас, понимая то, что президент у нас все-таки преследует благие цели, они все-таки корыстные, удержание власти, еще что-либо другое, я понимаю, что кроме президента в нашей стране очень многое зависит от власти и от самих граждан. И вот именно мое личное понимание, то, что есть перегибы и во власти, и со стороны граждан, подталкивает меня к тому, чтобы объективно показывать и интерпретировать события, которые происходят. Не соглашаться, критиковать, предлагать варианты, это будет практически все реализовываться в проекте Голиков как есть. Не соглашаться, это ваша принципиальная позиция? Слово не соглашаться, это значит, говорит о том, что не молчать, а об этом говорить. Если я вижу, что, допустим, материться на улице это плохо, то я могу с равнодушием посмотреть на это и согласиться своим действием бездействия. А не согласиться, это когда я сделал замечание человеку о том, что неприлично материться в публичном месте. Более того, следующий этап несогласия заключается в том, чтобы показать то, что у нас показывается на телевидении, если у нас матерятся, и поднять в принципе тему нецензурной лексики. Вот, и это называется ступенчатое несогласие в моем представлении. То есть ваш контент, я так поняла, не будет направлен на то, чтобы показать то, что хорошо. Ваш контент будет больше направлен на то, как автора, на что следует обратить внимание, и что подвергается больше критике, чем похвале. Вы ошибочно восприняли мои слова, потому что если отслеживать мой контент, то буквально предыдущие материалы, которые перед критическими шли, как раз таки показать реальность, что происходит в воинской части города Слуцка. И мы как раз таки занимались то, что вы можете воспринять как показуха. Показывали то, как есть. Полностью, от начала до конца. То есть все-таки позитивному контенту какому-то есть место в вашем творчестве, так скажем? Я не совсем понимаю, что в вашем восприятии означает слово «позитивный», но в моем понимании любой контент, который направлен на улучшение ситуации, является позитивным. Я имею в виду, мы говорим либо о том, чтобы снимать контент, в котором мы отражаем какие-то недочеты, какое-то несогласие с какой-то определенной ситуацией, либо показываем контент, как вот классно, смотрите, например, у нас какие у нас чистые улицы, как у нас все красиво, я вот в этом плане спрашиваю. Или контент все-таки для вас, что для вас важнее именно отражать? То, что хорошо делается, либо все-таки то, что делается или хорошо, но есть какие-то определенные недочеты, какие-то необходимо внести какие-то дополнения, либо вообще в принципе то, что делается плохо и подвергается критике с вашей субъективной. Для меня важно отразить объективность, которая заключается в том, чтобы не показывать как телевидение о том, что у нас все хорошо, и не кричать как оппозиция, что у нас все плохо. В моем представлении объективность это отражение реальной картины. Например, у нас в городе положили новый асфальт. Это классно? Классно. Но у меня вопрос. За сколько денег потратили на этот асфальт? Миллион. И тут, проведя некоторую аналитику, я узнаю, что из этого миллиона 200 тысяч украли. Я подаю хорошую новость. Положили асфальт, при этом своровали 200 тысяч рублей. Скажите, я подал материал позитивный или негативный? Критический, так скажем. То есть определенная критика в этом существует. Я никого не критиковал. Я просто сказал, что положили асфальт, это круто. Своровали 200 тысяч рублей. Это материал позитивный или негативный? Ну, здесь уже вопрос восприятия, так скажем, вашего зрителя. В том-то весь вопрос, что вопрос в вашем восприятии. Я считаю, что я создаю материал позитивный, конструктивный и прогрессивный, который направлен на улучшение ситуации, а не наоборот. Я не призываю к свяжению власти. Я не говорю, что чиновники плохие. Я говорю, что действия, которые заявляются, не всегда соответствуют реальной картине дел. Как вы считаете, ситуация все-таки улучшается? Каков результат? Вы показали определенный материал, как-то отразили какие-то, на ваш взгляд, объективные моменты. А что дальше? Ситуация, которую вы отразили, осталась прежней? Или все-таки есть какие-то изменения в том, что вы отразили? Я считаю, что в тактическом плане есть позитивные изменения. Если говорить о примерах. Вот, допустим, я считаю недопустимым, когда наши коллеги, допустим, создают контент, который демонстрирует распущенность, развязность, расхлябанность всем своим внешним видом в том числе. Мы это критикуем и спустя некоторое время видим, что люди начали появляться в кадре со здравой речью, в нормальной форме одежды, с нормальным посылом. И их можно понять. Это, допустим, один пример. С другой стороны, я понимаю, что какие-то резкие замечания или критические замечания, несогласия заставляют делать определенные перемены, в том числе и во властных структурах, и в обществе. Выходишь ты на почту, показываешь, вот смотрите, оппозиция матерится, кричит, грозит убить. Люди начинают замолкать и уходить от телефона впрятаться. Это перемены? Перемены. Позитивные? Позитивные. Делаешь ты интервью с чиновниками, и все видят его некомпетентность. Его через какое-то время снимают или заменяют другим. Это перемены? Перемены. На мой взгляд. Позитивные? Позитивные. Если говорить в общем стратегическом плане, улучшение бесспорно есть, но очень медленно. То есть вы их видите? Конечно. Реальные результаты своего вообще отражения той действительности, которую вы видите, и выпускают в информационное пространство, то какие-то определенные изменения после ваших выступлений не существуют? Конечно. Я даже вам привел пример. Да, я поняла. Ну, я имею в виду вообще в целом, или это единичные какие-то случаи, которые, результаты, которые произошли после ваших поступлений? Нет, это не единичные случаи. Это, я считаю, что системные случаи, которые в той или иной степени, в той или иной мере, скажем, на том или другом более длинном отрезке времени, все равно изменения наступают. Как вы считаете, что же все-таки такое патриотизм? Я считаю, что патриотизм это действие. В первую очередь, это действие, направленное на создание определенного продукта, который ты будешь любить. Вот, например, есть в нашем детстве такой рассказ о Павлике, который выращивал пшеницу, потому что его отец был зооинженером, не зооинженером, а зоотехником, нет, не зоотехником, агрономом был. И он научил вот этого своего сына выращивать пшеницу. И в там рассказе повествуется, что он по окна выделил ему один квадратный метр земли, ребенок посадил эту пшеницу, каждый день бегал, смотрел за этими колосками. И в один прекрасный день прошел дождь с градом. И ребенок берет зонт и, стоя под дождем, не плачет, но терпит тягу от этого дождя, он защищает эту пшеницу. Потому что именно он ее садил, именно он ее растил, поливал и заботился о ней. Он своим трудом защитил то, что он сделал. Вот то, когда он стал зонтом и является проявлением патриотизма. Он защитил то, что он сделал. Современный патриотизм попахивает душком. Когда люди, не строившие Беларусь, не создававшие, начали ее громить. Хотя они заявляли, что это патриотизм. Я не думаю, что было бы правильно, если бы вот этот Павлик бросил зонт, или положил эту пшеницу, или вырвал бы ее. Для того, чтобы... что? Он просто бы погубил все, потому что он не трудился над этим. То же самое мы встретили патриотизм на улицах. Сегодня есть вторая волна патриотизма, которая, на мой взгляд, имеет непатриотическую природу. Когда люди не производят действий, а просто всем своим видом показывают тщеславие и нарциссизм. В моем представлении это непатриотизм. Спасибо большое за такие подробные ответы. Но у меня еще один последний к вам вопрос. Как вы считаете, нашему обществу все-таки нужны перемены? Я отвечу на этот вопрос вам так, что перемены нужны в жизни каждого человека. Как только произойдут перемены в жизни каждого человека, они произойдут и в обществе. Приведу вам банальный пример. Представьте, что вы, я и люди, которые с вами рядом, просто все одновременно просят курить и употреблять алкоголь. Какие перемены произойдут в обществе? Как минимум, у нас снизится нагрузка на здравоохранение. Согласитесь, причиной очень многих сердечно-сосудистых заболеваний является как раз-таки табакокурение. Следующее. У нас освободятся деньги, которые выделялись бы на здравоохранение, и их можно будет перенаправить, допустим, в образование, либо в инфраструктуру. Это перемены? Перемены. Поэтому добиться перемен в обществе, не меняя себя, невозможно. Спасибо большое, Алексей. Пожалуйста. Спасибо, друзья. Это был небольшой интервью с Алексеем Куликовым.